Секция существует уже три года. Юные стрелки в возрасте от 9 до 12 лет отрабатывают навыки раз в неделю. Занимаются практически стрельбой. Пистолет – это молодой спорт, который у нас в стране только-только начинает развиваться активно. И, соответственно, поскольку у нас дети не могут стрелять из боевого оружия, как принято в этом спорте, мы стреляем из не боевого, а из аэрософта. Из оружия, которое приводится с сжатым газом в действие и стреляет не настоящей пулей, а пластмассовым шариком 6-мм калибра. Практическая стрельба – это официально зарегистрированный вид спорта, в котором поражаются несколько типов мишеней на скорость. При этом, в отличие от пулевой, здесь стрелок, как правило, не видит все мишени на старте и должен перемещаться по площадке от одной огневой позиции до другой, соблюдая правила безопасности. Международная федерация практическую стрельбу с аэрософтом признала только в этом году, в 2015, в прошлом. То на соревнованиях мы стали выступать только в 2015 году, в конце 2015 года. И уже к этому времени приняли участие где-то в четырех или в пяти соревнованиях, в том числе на открытом чемпионате Москвы. Самый опытный и титулованный стрелок секции – Иван Бахтерев. В этом году на открытом чемпионате Москвы среди юниоров он занял первое место. У меня было волнение, я вовремя сосредоточился, когда были соревнования. Но потом все становилось легче. Я вначале думал, что последнее упражнение, 11-е, будет очень сложно. На самом деле оно легкое было. Занимаются в кружке и девочки. Десятилетняя Ксюша пришла в секцию вслед за старшим братом. Стрельба ее так увлекла, что теперь она постоянная участница различных соревнований по этому виду спорта. Я участвовала в трех соревнованиях. На первом я заняла третье место, на втором четвертое, а на третьем пятое. Там были мальчики только старше меня. И они занимались дольше. Я заметила, что они стреляли лучше меня. А брат Ксюши Дима, помимо этой секции, посещают кружок радиоэлектроники, музыкальную школу, занятия борьбой. Но на первом месте все-таки стрельба. Почему я его выбрала? Потому что мне показалось это интересным, стрелять из пневматического оружия по разным мишеням, участвовать в соревнованиях. Освоение культуры обращения с оружием под руководством опытного инструктора прививает подростку массу жизненно необходимых положительных качеств. Это чувство самоконтроля, ответственности, самодисциплины. А динамичные перемещения, упражнения и задания различной сложности развивают координацию движений, ловкость, концентрацию и умение быстро принимать решения. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.